Лука 10.19, 2 Коринфянам 10.34 Хотя по причине телесности мы составляем по-видимому 10 тысяч против их 20 тысяч, по причине бестелесной их природы, однако же мы должны говорить Господь, Сила моя, Аввакума 3.19 И никогда не должны перемиряться с грехом, то есть порабощаться страстям, но с особенной силой противостоять им и должны возыметь непримиримую ненависть к ним, не желая ничего страстного в мире, но оставляя все. Ибо тот не может быть христовым учеником, кто оставляет не все, но имеет расположение к чему-нибудь в мире душевредному. Ученик Христос должен быть солью, то есть должен быть не только сам в себе добр и непричастен к злобе, но и другим сообщать в доброту. Ибо такова соль, она сама, оставаясь неповрежденной и свободной от гниения, предохраняет от гниения и другое, чему передает это свойство. Но если соль потеряет свою природную силу, она не бывает ни на что полезна, не годится ни в землю, ни в навоз. Слова сие имеют такой смысл. Я желаю, чтобы всякий христианин был полезен и силен назидать, а не только тот, кому верено дарование учительства, каковы были апостолы, учители и пастыри. Но я требую, чтобы и сами миряне были плодоносны и полезны для ближних. Если же имеющий служитель на пользу другим сам будет негоден и выйдет из состояния приличному христианину, то он не в состоянии будет ни принести пользу, ни получить пользы. Ни в землю, сказано, ни в навоз не годится. Словом, земля делается намек на получение пользы, а словом, навоз гной на доставление пользы. Поэтому, как не служащий на пользу, не получающий пользы, он должен быть отвергнут и выброшен вон. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено с солью. Калатянам 4.6 Игнатий Тихонович дает тут комментарий на сегодняшний день. Первые христиане заботились только об одном. Чтобы слово Иисуса проповедовать погибающему миру. Деяние 8.4 Между тем рассеившиеся ходили и благовествовали в слово. Деяние 4.29 И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. То есть им запрещали все священники, предусвященники, а они, наоборот, еще больше проповедовали. И еще с большим дерзновением. Они только радовались, когда их запрещали. В первоапостольской церкви, как говорит история, были написаны даже особые правила, закрепляющие права мирян на всестороннюю проповедь. Ну, мы и читаем, видите, и Христос об этом сказал. Рукование, Писание об этом говорит, сейчас мы прочитаем. Это правила апостола Павла были записаны в кормче всегда, но потом были выброшены церковниками. Есть такие правила апостола Павла. Раньше книг правил печатали, сейчас нигде нет. Отдельно можно найти. В интернете очень тяжело. Ну да. Видать, они не печатали особо, даже в интернете. Это Никодим Милош, да? У Никодима Милоша уже есть, это толкование накануне. Никодим Милоша есть, да, но не знаю, у него там правила апостола Павла есть. Нет, нет. А, апостола Павла нет. Нет, есть апостольские, да, святых апостолов, правда. А есть еще апостолы Павла. Петра и Павла есть. Нет. Вот. Вот, допустим, да, посмотрите. Еще в Иосифской кормчей они есть. То есть они были всегда. И вот цитирую. Учитель, если и мирской человек будет, но и искусен же в слове учения, нравом чист, таковой да учит. Ибо написано, все научатся и ведут Богом. Правила 15 апостола Павла. Кормчая с оригинала патриарх Иосифа. Лиф 26 на обороте. Пожалуйста. Запрет мирянам на проповедь обескровил церковь. Ссылаясь на 6-й Вселенский собор правила 64-й. Цитирую. Не подобает мирянину перед народом произносить слово или учить, и таким образом брать на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзать ухо приявшим благодать учительского слова, и от них поучаться божественному. Если кто усмотрен, будет нарушающим настоящее правило, на 40 дней до будет отлучен от общения церковного. Толкование патриарха Вальсамоны, Зонара, Аристина, хотя и прикровенно, но поясняет, что это правило касается научения в церковном собрании в присутствии епископа. То есть сам вон. Только в 3-м веке намечается тенденция усвоить учительство в церковном собрании исключительно епископам и отстранить от него учителей там, где они еще держались. То есть раньше, мы даже в дедахе читаем, было разделение. Были самые низкие, неуважаемые в церкви были епископы и присвятеры. И даже из-за этого были бунты там поднимались. Почему? Более уважаемые были пророки, так называемые апостолы, вот так называемые, не те, которые для нас, а которые тоже хотели проповедовать. И учители. То есть апостолы это те, кто возвещает другим народам учение Христово, которые не знают его, да? Народам вообще об учении Христово. Их можно было принимать только там на 2-3 дня, а если больше 3 дней, это лжи апостола у нас было выгонять. И они питаться должны были от собственных трудов. То есть 3 дня питаются они от общины, пришли, допустим, в общем, 3 дня, а потом сами должны трудиться. Если питаются не от собственных трудов, все выгоняются от лжи апостолов. После третьего дня? Да. Это лжи апостолы. Ну как, покажи на словах, понятно, что даророк-то надетный день. Не, и тем более он в общем приходит, там уже все знают с Христового учения, его держать тут нет смысла 3 дня, он Христового учения только проповедует. Он не внутри там углубляет, он должен дальше идти, другим, которые не знают идти. Это у него служение апостолов. Потом, по сути, это проповедники были такие. Потом пророки, которые были. Прямо там написано в детахе это все, как отличить их. Это те, которые раскрывают уже, вот они для нас, кто уже в церкви, ну раскрывают какие-то истины. Через, ну, харизматические, то есть через Дух Святого. А Дух из этого получает и пророчествует. И пророчествовать это не значит, что говорить будущее. Это значит раскрывать, может быть, раскрывать настоящее, суть прошлого. Да, и может быть, что-то их будущее. Вот. Их можно держать, то есть они назидают церковь, они содержатся за счет общины. Вот эти пророки содержат. Три дня. Нет, уже эти могут всегда. Они полезны, они содержатся так. И дальше учители. Учители это те были люди, которые научены с книг. Научены с книг. То есть у них не было там какого-то особого харизматического там такого-то дара, да? Они просто с книг научены, они тоже содержатся на общину. Они могут все время пребывать в общине постоянно. Вот. Вот такое было различие. И пресвитеры, и епископы. Это служители просто церкви. Они пользуются меньшим авторитетом, чем вот эти три. И послание Климента Римского как раз по поводу этого. Пришли там эти пророки, и они бунт подняли на пресвитеров и епископов. Ну, в Калинской церкви. И Климент Римский пишет послание, где увещевает, что так не должно быть. А народ их поверил, они более хализматичные, чем остальные. То есть это... Их надо уважать. То есть они... А потом, вот мы сейчас дальше читаем уже, то есть, видите, такое возникало. Даже человек пророчествующий, если он пророчествует, и написано, духи пророческие подчиняются пророку, не может молчать, когда нужно. А значит, он не от Бога. Тоже. Потому что духи пророческие подчиняются пророку. А значит, тут не подчиняются. В данном случае. Только в третьем веке намечается тенденция усвоить учительство в церковном собрании исключительно епископом и отстранить от него учителей, где они еще удержались. Из этой эпохи известен конфликт Оригеном, между Оригеном и его епископом Дмитрием Александрийским. Ну вот Ориген, это типичный учитель. Он все с книжной мудрости брал. Это учитель-учитель. На нем святые отцы почти основная часть стоит. На Оригене. Проповедь Оригена в церкви по просьбе двух палестинских епископов Александра Иерусалимского и Феоктиста Кисарийского вызвала энергичный протест со стороны Дмитрия. В своем письме к Дмитрию палестинские епископы оправдывали поступок Оригена, а также и свою просьбу к нему о проповеди в церкви. Проповедь в церкви, вот уж с третьего века, мирянином, это самое, наверное, редкое событие, которое такое может быть. При жизни таких людей, кто имеет право проповедь из самого, при епископе практически, ну, из православных почти никто никогда не видел. Вот, по сути, вот Игнатий Тихонович, вот он одного, мы только знаем, кто имеет такое благословение. И вот они пишут, ты еще прибавляешь в своем письме, что никогда не слышно, и теперь необычай, что в присутствии епископа проповедовали. Не понимаем, как можешь ты так говорить неправду? Святые епископы, как скоро находили людей, способных принести братьям пользу, то приглашали их проповедовать народу. Не раз высказывалось, что этот случай жизни Оригена свидетельствует о том, что учительство было доступно простым, верным в древней церкви. Дмитрий нисколько не запрещал учительство Оригену в школе его, но с точки зрения Дмитрия его учительство в церкви было исключительной принадлежностью иерархического служения. То есть даже тогда не то, что не запрещали, а просто только запрещали именно Самвона. Он против был этого, а так-то он может учить. Ну а иначе тогда, представляете, вот всему безбожному, всему самому ненужному для спасения учить можно. То есть ты, пожалуйста, учитель будешь в математике, легко ходить. Ты можешь говорить, что хочешь. Тебе никто ничего не скажет. Ты даже будешь неправильно учить, тебе тоже ничего не скажут. Но ты только будешь учить правильно, а спасение тебе запрещает друг. Ну ясно, что от сатаны это дело. Не от Бога это может быть. Так, исключим принадлежностью. Ориген ставил служение учителей выше всякого иного служения. В то время далеко не все пресвитеры имели право проповеди в церкви, но только епископы. Заметьте, из настоящего правила, говорит Вальсамон, что право учить народ давно одним епископом вообще. До чего дошли там, написали. Только епископы вообще могут учить. Это понятно, почему они так пошли на это. Почему? А народ ненаученный вообще. Из народа возникают разные учителя такие, которые им учить-то и нельзя вообще. В итоге они правила вводят такие, чтобы вообще ограничить. Все об этом-то и говорит в данном месте Феофилакт. Вот об этом-то и говорит в данном месте Феофилакт. Православные, слышите ли вы это? Это Феофилакт бамтистом стал? Цитирую. Вот Феофилакт болгарств это толкование пишет над писанием. Это, кстати, единственное, самое официальное толкование с православной цитаты, которое безупречно, имеет самую безупречную цитаты, это было толкование блаженного Феофилакта. Я желаю, чтобы всякий христианин был полезен и силен назидать. И не только тот, кому верено дарование учительства, каковы были апостолы, учители и пастыри, но я требую, чтобы сами миряне были плодоносны и полезны для ближних. Об этом же говорит патриарх Кирилл, если мы прочитаем. Он говорит, что всем слова идите проповедите Евангелие сказаны не только священникам, но и всем, говорит, христианам. Гелорио так же. Гелорио, ну все вот эти основные. Сейчас епископы, они все об этом говорят. Они говорят, сколько раз встречался я, говорят, это только апостолы. Ну, тогда что, все, тогда мы будем это считать только апостолом. Я с вами, да скажем там дальше, как я с вами до скончания века. Апостолы, значит, с апостолами. Только с апостолами. Идите проповедки Евангелия всей твари. Это сказано вообще всем. Это последнее. Перед тем, как человек умирает, он дает, как бы, или куда-то перед тем, как куда-то уйти, он прямо тут уже стоит при дверях, он дает самое важное наставление, которое надо соблюдать. Всегда. И тут он, перед тем, как безнестись, дает вот это наставление, что идите проповедуйте Евангелие в Светлари. Потому что, естественно, Бог все знает наперед. Он знает, что именно это наставление будет забыто. Его попрут ногами. Получается иногорная проповедь только для апостолов. Потому что Матфей 28, 20 говорит, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И с вами во все дни до скончания века. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. А что он повелел? И благорестовывать так же. А он говорит, уча их соблюдать все, что я повелел вам, апостолам. То есть все, что катается апостолам, все относится к всем остальным. Да, а перед этим стих 19. Итак, идите, научите все народы, погружая их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Раньше имели право крестить не только пресвятерами, епископами, но и другие немеряне, дьяконами. Сейчас дьяконы не крестят. А тогда дьяконы крестили. Дьякон Филипп, их поставили когда. Дьякон это был не то, что какой-то там священнический сан, вот как сейчас. Это был, они просто поставлены, благословлены, на то, чтобы управлять столами, распределять справедливое имущество. Но не рукоположное получается, ведь возложили на них. Возложили, да. Но не на то, вообще возлагали руки на многих. Специальное благословение на управление хозяйственными делами. Ну, то есть, это было личное возложение рук, на то, что они священодействовать что-то могут. Таких священодействий они и сейчас не могут. Но тогда они, Дьякон Филипп, мы читаем в 8 главе, он пошел, проповедовал в Самаре, и там многие уверовали во Христа и крестились. Он их крестился. Ну, сейчас на Дьяконе-то, по сути, вся служба и держится. Ну, это да, это не священодействие. Ну, как уж оно на нем держится. Он стал священодействием. Дьякон, что он считается первой степени священства сейчас. Смирдом. Да, по Семенуцеву. Сейчас он как бы в благослужение все идет. То есть, это как бы предаточное благослужение. Смирдом. Переводится слово Дьякон в служитель. Вот сейчас это так. Сейчас все стало, в чем ошибка произошла? Ну, богослужение стало на первом месте. Все вокруг богослужения крутится. Вместо священного писания в Слово Божие стало местное исполнение завтра в богослужение. Теперь все только вокруг богослужения. Они общаются во время богослужения. Богослужение задвинуло Благовестие и проповедь. А должно быть наоборот. 10% богослужения и 90% Поповедь. Почему так? Кому это выгодно? Ну, те, кто любят серебро, деньги, генези мира, силы. Богослужение, у которых Бог чрева. Оно должно быть на своем месте. Оно дано для верды, богослужение. Они, все вокруг него не должно крутиться. Через богослужение кто придет к Богу вообще? Тем более на славянском языке. Приходит. Мало, мало. Приходит. Нет, не приходит. Через писание. По Евангелию они не приходят. Приходит. С точки зрения богословия, богослужение содержится вся догматика. Но ограничено. Это надо понимать. Потому что там, опять же, когда человек приходит через богослужение, то все равно волей-неволей приходится потом это восполнять. Дочитывать, довникать и так далее. Но именно общий правильный изначально мирослышанное. Изначально общий правильный. Отсюда как попасть. И как вот это? Можно и другой же посмотреть с другой стороны, Вячеслава? Да, да, да. Можно же с другой стороны посмотреть. Почему задвинуло? Есть определенные часы, когда богослужение проводится. Просто отсутствие миссионерской деятельности и наставления от священников прихожан в проповеди. Кто дает возможности просто сходил на службу отслужил и иди дальше благовествуй. Отсутствие миссионерской деятельности и развития и направленных священников в эту область вот в чем отсутствие службы она там час-полтора прошла все второй момент то что она нарушается действительно люди приходят туда пообщаться и там нету дисциплины строгости а если разобраться к чему она задвинула? Ее всего час-полтора в день дальше иди благовествуй час-полтора в основном сейчас все служат внутренне они миссионерские дела они ничем не занимаются они пришли поговорили и ушли я когда уже сказал я сказал саму суть вопроса что смысл в том что она задвинула все остальное то есть сейчас православие прям так учат в семинарии что баптисты протестанты они вокруг библии вокруг слова божи собраны а мы вокруг благослужения прям так и говорят откровенно то есть это ничего это так и есть действительно чаще причащайтесь сейчас вокруг причастия все собрано как секта причастников у нас в храме часть исповедствует чаще причащайся крестили человек и говорят чем отличается жизнь крестьяне на других там люди отвечают даже не верующие правильно праведную жизнью они так ну да да ну а еще чем ну там чистый чистый совище было да да правильно еще чем причащается причастие главное праведная жизнь чистую совесть это добродетели а причащаться это не добродетели это просто пришел рот открыл все это не является никаким центром жизни ничем это не является это называется что мы имели жизнь мы приходим и нам Господь дает такой дар ну как я пришел за сумму мне дали это Господь даром дает, это не добродетель Она не может вокруг этого что-то строиться У нас это все вокруг построено Причастие, и при том совершенно неверующих людей Нет ну больше Преступления, чем причащать Необученных людей Это самое высокое преступление, потому что ты сразу его Вгоняешь на святой святым Это же святой святым И дальше человек ничего не зная, не обученный В грехах он туда приступает Святой святым, если он приступил Все, значит у него все хорошо Ему ничего менять уже не надо И он в том состоянии, его уже не сдвинешь Его похвалить и все Да, его не сдвинешь, кто не причащался, кто не причащался Священник выходит и причащает всех подряд Она крашена, я стою там постоянно С платом, да, вот этим С платом с ним? Ну с этим, ну да Нет, у меня послушение такое И там с крашенными губами Приходит человек И после этого он ее кормит Обратно засовывает Что там, там вытираешь ее только Совершенно неверующие люди Чаши делают, да Совершенно неверующие допускаются Уже забыли у нас, что такое исповедь Сразу священники говорят Те, кто вот ходит там каждый день Там, или как, причащаются без исповеди Если посмотреть, как люди исповедуются Это ужас Так люди не научатся Не научены исповеди Здесь много, что зависит от самих людей Есть приходские собрания Пожалуйста, говорите священнику Наставляйте бы Вы знаете, священники вообще в этом не заинтересованы Перед исповедью выставляют кружки для себя Для того, чтобы люди клали деньги Уже исповеди, действительно У нас это сплошь и рядом Деньгу положил, исповеди, действительно Симония Пожалуйста У тебя грехи, все с тобой То есть он сразу показывает, что им нужны деньги И они испались Я тебе больше денег, а ты мне простил Я такого не видел Я не видел, где нету просто у нас в Казани Не видел, где нету кружки У нас в Казани везде И свечи еще кладут Зачем ты свечи кладут? А они потом их продают Свечи это то же самое, что ты деньги кладут Лично священнику уже Свечу это то же самое, что ты отдал деньги Они продают их и деньги себе Да, я тоже самое На исповедь подходит, раз, свечи туда Грехи, скорее Грехи, скорее Причем к этому К этому приучают людей И сами священники Я вот эти кружки Сколько уже их убирала в церкви Ну это страшное дело Они их приносят прямо Они как бы появляются Как откуда ни возьмись Я опять убираю это все И опять то же самое В основном собирают Тут же с людей еще деньги Люди еще там свечи все это покупают В общем идет полный побор В общем смысл в том, что богослужение Должно стоять на своем месте Оно давно для верных А уже они для верных людей Просвещенных уже духом святым И тогда вот тебя вводят святая святым И тогда она тебе встает на своем месте Она там встает на своем месте Когда человек не просвещен Его вводят туда Все, вот так и остается Ему больше ничего не надо Освящающую благодать Отверть первой благодати Призывающие, обращающие Через нее не прошли Вот это самое большое преступление Произошло Даже не русский язык Потому что Я долго думал Ну и потом Ну в смысле в том Я думал, что вопрос у нас В России В русском языке А то, что мы на церковном славянском Если ничего никто не понимает Соответственно Верующими стать не могут А потом понял Нет, вопрос в том Что в богослужении встало Оно просто заместило Теперь все вокруг Не вокруг Жизни по Ивангелу А вокруг именно богослужения Ты, если ты ходишь Все знаешь как на богослужение Все как делать Когда что хватать свечу Когда еще туда Ты можешь сам Высокий достичь в церкви вещей Ты можешь быть там До еписка подойти Если ты будешь просто знать формы Все Ну как, что, когда Что сделать А твои веры вообще никто Никогда не спросит В церкви Вообще никогда Это вообще как Более того, если ты верующий Те они допустят туда выше Если ты будешь проявлять Свою веру соответственно Показывать, что ты верующий Ну они-то А мы что, не верующие Соборяем У нас идут занятия В храме Только не по Писанию А учат богослужение Ну это хорошо Но Ну как служба Понимаете Ты не помешаешь А? Нету правильного входа в церковь Нету, да Нету Писания В народу Писания вообще не знают Можно это уточнее внести Часто говорят Это освящающая благодать Призывающая благодать Это не совсем точно Благодать одна Свойства благодати Разные Вот это вот католическое учение Оно из Католиков идет Это говорят Освящающие Разделяют благодать Благодать одна Православному учению А свойства разные Это вот просто Да конечно Да когда это говорит А то и в чем понятно Конечно Зачем Это же все понимают Это же дары двух святого Это же понятно А дары разные Я опрос начал Сейчас к срединскому Монастыре В храмах То есть я ходил туда Четыре или пять лет Ни разу священник не спросил Читал Слово Божие Западе исполняешь Ни разу не было То есть ходишь Епитрофилью накрыл Прощаю разрешение Недостойный Все Иди причайся Ну или там Скажешь Нет Подожди Воздержи Сейчас Подобро Другого спрашиваю Тебя спрашивал Хоть раз Священник Нет То есть Никому дела нету Нет 26 лет Никто не спросил Ни разу Это поразит У нас по другому В городе У нас Прикритически При каждом Соборе есть воскресная школа Взрослая воскресная Школа детская Что касается церковнославянского Они не берут в практику Читать на русском языке Но они организовывают Именно кружки Где обучают Нанимают на ставки Преподавателей Которые учат церковнославянскому То есть кто хочет Поро Не ну это другое Это люди есть разные Вот мы вот здесь собрались Мы может быть Кто-то считает Что не нужен А кому-то интересен И все-таки священники Прислушиваются Мы уже просто Это сразу По вашим ученым путем И уже поэтому Все проходили Мы уже говорим Итог Итог того Что в итоге Да Что в итоге Не перед душой идет Нет Это все Кто что там думает Что церковнославянскому И тебе ничего не даст Даже его выучили Церковнославянский язык Ты все равно ничего Понимать не будешь Преподаватели Потому что ничего не понимают Игнатик Сколько искал Как за всю жизнь Ни одного не нашел Кто церковнославянский Может переводить Ни одного За всю жизнь А кто говорит Что может Говорит Давай проверим Начинаешь проверять Ничего не может То есть ему надо взять Чтобы у него таблица То есть схемами То есть на каждой И вот так будет Со словарем читать И понимать Либо знать наперед Либо знать наперед И гадать Или гадать Там подбирать надо Он не приспособлен Для этого У меня вся лутыль Крупная Вся расписана Каждая строчка И мне приходится Ну я подумала Вот я такая Тупая Каждый раз почти Это читать И еще Святых отцов Толкование Ну что-то там Святых отцов Ты запомнишь Вообще просто запомнишь Интересные вещи есть Но псалты Ты саму все Не переведешь Это вот Не за такой опыт у меня Я с таким старанием Старалась Я верила в то Что церковнославянский язык Мы сможем понять Нет И вообще-то Уже вне 30-ти Поработали над этим языком И выяснилось Что это такой Сомнительный язык Что там Мертвые 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 Реанимация мертвых Воскресная школа У нас тоже есть Для детей Для взрослых Но там же Они везде есть У нас Утреститься научат Симу вверху Мы для чего есть Мы же для этого есть Чтобы на эти Воскресные школы Ходить И обучаясь здесь Там что-то Нажидать Понимаете И на предсказательских Собраниях Всем нужно говорить Если Священника Не обличать Эти И напросить его И в разном формате И в хорошем Они не будут делать Потому что Он такой же человек Нужно Вот обучаясь здесь Получая здесь Знания Это все Плодить И миссионерить На своих приходах У нас здесь Сколько человек И какая у нас Россия Правильно Нет Ну пока ленивая Правильно Работайте Мы работаем Но я заметила Те дети Которые ходят В воскресные школы Они знают Все И ничего На практике Не хотят делать Вот для этого Есть лагеря Должны они быть Где пока И как правило Те кто хорошо знают Воскресные школы Все правила Я в том что лагерь Тоже восемь лет Такой знаете Сирханович Лично сама Они как раз Не хотят Ничего делать Как будто бы Какой-то Самый бесноватый Это дети священников Вот так смотришь А это сто процентов Просто Самый вот Все дозволено Им Пол роста Везде Вот так Хожу И они задают Пол аллергат Пол аллергат Я приехал в Новосибирск Специально обошел Пять храмов По-моему Вот как ты говоришь Идите там Работайте Говорите Выгнали отовсюду Боепархии разослали Ходит тут Николай Все на стесах Ну вот Пример Наш брат Виталий Вот Виталий Наш брат Пришел к нам На клуб И вот я здесь Молодец Благовестник Ну что Прислушали Священник Благословил Священник Знает Кто такой Гнад Тихонов Знает Обобщенник Благословил Занимайтесь Ни в чем Не препятствие Нужно Когда То есть Он сам Не устранился Он говорит Мало того Если я нужен Будут Вы меня Заявите Я буду Вам Во всем Содействовать Это до тех пор Пока Нес Вопросы Торговли Крещения Еще что С не встают Обычно Это да Святые темы Потом Сразу Работать надо Да Правильно Работать надо И все Работать надо Увидишь Сразу Чертый Состояние Ну это Это все Огромное Длаготерпение Напастись Невероятно До смерти Потому что Это Задвинуть Почти Очень трудно Но Господь Очень мученит Господь Нигде не говорит Что результатов Тебя спрашивают Он везде Говорит Труды То есть За труды Господь Награждает И чем даже Если результат Не получил Награды Больше Там Потому что Если тут Результат Ты тут Радуешь Что часть Награды Получил Золотавус Говорит Вопрос Для размышления Вот допустим Священник Против торговли И на самом деле Это значительная часть Позиции Не в режиме Торговли Идет А в режиме Действительно Это От того Что Закупают Книги Кто из Прихожил Жертв И так далее Вот Это Но Епархия Жестко Требует Конкретный Зло Что Делал Священник Вот Еще разочек Священник Не против Торговли Часть Прихожан Платят Десяти Лев Епархия Требует Зло Именно Какие Предлагаете Решения В рамках Того Что Это Политика Епархии И Епархии Проще Священника Закатать В асфальт Чем Непосредственно Это Дать Свободу Действие А вот Должно Быть Что Тысячи Священников Будут Закатаны В асфальт Перед Тем Как Что-то Сдвинуть Оно Так И будет Вначале Если Начнут Священники Поступать Так Чтобы Брать Десятину Десятину И Соответственно Вепархию Десятину Ну То Во-первых Десятину Чтобы Все Платили Должен быть Верующий Чтобы Верующий Он должен Проповедовать То Составлять Общину Этого Ничего Он Никогда Не будет Делать Никогда Просто Не научено Даже Для этого А еще Знаешь Брат Есть Канон Точно Читал Что Епископу Запрещается Какие-либо Поборы Брать Вообще С приходов Ну А здесь Сверх Ну да Сверхдесятины Которые Все священники Отправляют Выше Да Да Подарки Вот это Все Сразу Зарушение Канона Должно Быть Вот как Что Именно Так И будет Священников Которые Вдруг Начнут Крестить Как положено Деньги Не брать Епископ Начнет Давить И тогда У нас Как в России Миллион Должен погибнуть Тогда Что-то Двигается На фронте Погибнет Сто тысяч При взятии Города И тогда Движения Какие-то Идут Изменения По-другому Не Крови Вот только Таким путем Идти Поэтому И не идут Потому что Знаешь Что Их просто Придавят Лучше Я в шок Решить буду Спокойно Эту жизнь Прожу Вот этот Вопрос Спасения У меня Ответ Такой Что Время Церковных Канонов Там Епископ Григорий Граве Пишет Варианам Которые Епископы Которые Сами Не были Арианами А Соответственно Шла Вот эта Смута В то Время И Соответственно Там Есть Такое Словосочетание Не Самовластно Делать Нечести Еще Не Самовластно Делать Нечести То есть Когда Сам Он Не Был Арианин В Этой Смуте Находясь Господствующие Ариане Были По-моему Евдокси Если Не Ошибаюсь Патриарх И так Далее Соответственно Поиски Вот Этой Ситуации Когда Либо Там Тупо Улетать Под Запрет Тупо Получать Эти Прещения Необоснованные Пусть Даже Необоснованные Вот Это И Вот Народ Простой Останется Вообще Без Пасты Чистый Вариант Чистого Сразу Быть Готовым Чтобы Получить Необоснованный Запрет С моей Дочкой Зрения Лучше Скажем так Медленно Продвигаться Тихим Самым Чтобы Вынуждить Епархию С этим Считаться А вот Сразу Если Улетать Под Запреты Не знаю Правильно Лучше Речи Орианах Не о том Что Он Не учил Просто И все По-ариански Он Просто Епископу По-арианскому Запрет Как бы Ему Не обличал Открыто Не противостоял Подчинялся Ему Но Это Не значит Что Арианск Распространял Правильно А здесь Распространение Идет Ну Хорошо Симония Симония Да Она Сама По-себе Это Не ересь Назовем Лжеучение Если Из этой Посылки Исходить Что Симония Есть Лжеучение В церкви На практике Симония Разных Видов Разных Формах Миллиант Не платит Десятину Епархия Вымогает Деньги Вот И Священник Который Сам Против Этого Всего Он Наверное Не самовласт Делатель Нечести Я так Это вижу Для себя Воспринимаю Лично Я не говорю О том Что Не надо Ничего Делать Делать Надо Но Пробить Эту Бреж На уровне Епархии Действительно Я не знаю Надо Положить Под запрет Огромное Количество Священнослужителей И Будет Ли Само По себе Укладанный Под запрет Однозначной Пользой У меня Сомнения На самом деле Я честно Говорю От сердца К сердцу У меня Большое Сомнение Что Это Нужно Потому Что Там Не просто В епархиях Я достоверно Это знаю Там Не просто Внести Там Такую-то Сумму И так далее Там План Сбора Конечно Там Полностью Все Как Государство Делать Вы Археалин И Сейчас Последнее Время Мы Дожили До чего Мы Дожили До системы Рейтинга Системы Рейтинга В притче Господь Говорит Евангельский О том Что Соль Потерявшая Сила Ни туда Ни сюда Негодная Соответственно Если она Ни туда Ни сюда Негодная То Система Рейтинга Негодная Потому что Нормальный Социологический Рейтинг Если проводить Там Должна Быть Система Обратной Связи Там Должна Быть Система Критериев Определенных А рейтинги Там Есть Рейтинг Семинарий Есть Рейтинг Да Финансовые Рейтинги Тоже Они В данном Случа По факту Присутствуют Как Не Кружи Не Крутил Вот До Чего Мы Тоже Как Корпорация Минучку Сын Человеческий Пройдя Найдет Легер на Земле Господь Это Вопрос Осталют Не Так Много На самом Деле Примангельских Прямых Слов Господа Формы Вопросительные Но Вот Это Одна Из Позиции Которые Имеют Конкретное Преломление В том Числе И Симоним Такие У меня Взгляды Но Симония Это следствие Потому Что Миряне Не Платят Десятину То Есть Баланс Этих Взаимных Скажем Так Взаимной Вины А Миряне Не Платят Десятину Потому Что Ничего Они Не Знают А Они Знают Они Потому Что Не Научены Они Научены Соответственно Они Не Верующие Вот Так Матрица Получается Все Все Упирается В Не Научение Десяти Это Это Малая Часть Доли Которую Получает Данный Момент Цепь От сбора Всего Поэтому Вводить Десятину Это Себе Понижает Скажем Как Рейтинги Финансовые Почему У них Вырастет Доход Если Вырастет Просто Это Радикально Нельзя Сделать Я Тоже На эти Темы Напрямую С ними Со всеми Разговариваю Он Говорит Ну Представь Он Говорит Меня Пасает Сразу Нет Это Она Не Может Быть Общины Нет Которая Будет Внутри Приходы Это Все Нужно Разговаривать Потихонечку Монотонно Этот Камень Точить Будет Как Только Пример Вот Пожалуйста Мы Видим Две Общины Полусу Инвестину Существует Никакой Торговли Ничего Нет Проповедующий Один Был Проповедовал Вообще Вся Община Создалась На одном Проповеднике Он Проповедовал Люди Уверовали Уверовали Сразу Правильно У них Не было Момента Неправильно Уверовать Сразу Правильно Сразу У них Вложена В веру Десятина Вложена Все Остальное А когда Ты Уверовал По Богослужению Или Просто Тебе Сказали Что Все Хорошо Будет Ты будешь Ходить В церковь Или По чувствам Каким На иконы Посмотрел По свечам Тебя Ничего Нет Там Не вложено Ничего Потом Туда Ничего Не вставишь Приходится Тяжелый Путь Проходить Когда Ты В православии 15 10 20 27 Лет Потом Оказывается Что Ты Вообще Неверующий Оглоблив По голове Да 27 лет И тебя Переменить Очень Трудно Ну Бог Сможет Вообще Неверующий Я Лично С этим Внутренне Категорически Не согласен Ну Как Это Вообще Неверующий Опять же Есть Верующий По Ивангелем Неверующий Есть Допустим Сектанты Аввентисты Условно Говорят Они Относят К тому Что Называется Злодение Они Вдолжу Будут Бить Себя Грудь Что Они По Ивангелем У них Другое Толкование Ложное Ложное Причем Опять же Когда Относят К Этим К Скажем Так Имеют Может Быть Аскетический Опыт Может Богослужебный Опыт Я Не могу Разделить Позицию Что Они Не Верующие У них Есть Искрять Искаженных Представлений Юрий Смотри Христос Выгнал Торгующих Покупающих Ясно Если Христос Этим Недовольным Правильно Если Торгуешь Соответствие Христа Ты Не Веришь В Это Все Но Их Матрица Так Науч Если Матрица Не Надо Так И Слов Матрица Хорошо Я По Другому Скажи Есть Определённый Матрица Церковная Жизнь У Людей Которые Рассматривали Пожертвования Как Добротетели Их Так Учат Их Одно Только Мы Возьмем Если Мы Возьмем Одно Это Не Верие Не В чем Что Ты Будешь Наказан За За Что Нарушаешь В чем Говорит Если Человек Считает Что Он Спасается За Счет Того Что Он Считает Себя Многогрешным И Спасается Прощается Это Полное Стопроцентное Неверие В Бога Вот Именно Бога Который Наказывает За Злые Дела За Добрые Поющие Это Просто Такое Учение Как Бес Веруют И Трепещут Тут Даже Не Трепещут Уже Если Рай Нельзя Сказать Про Старобряться Что Они Не Верующие Они Бога Боятся Но Они Евангелие Не Знают Сейчас Дошло До Что У Нас Среди Православных Даже Ни Евангелие Не Знают Ни Бога Не Боятся Ничего Не Супреждает Строгости Никакой Нет Это Полное Неверие Это Именно Неверие Я Когда Сидал Сидал Самым Верующим Я Среди Моих Смерщиков Я Не Видел Кто Более Верующим Я Когда Встретил Грехи Верующим Врожденное Бог написано Не Грешит Почему Грехи Какие Смертные Несмертные Нет Смертные Грехи Нераскаянные Это Человеческое Все По Писанию Нераскаянные Да Юрий Познал По Писанию По Писанию Есть Гретник Смерти По Писанию Это Речь О Неосознанном Грехе Неосознанный Грех 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 Лицемеры Хорошо Пророчества У вас Исайя Чтут меня Языком И сердце Далеко Отстоит От меня Но Чертно Чтут Меня Учением Заповедям Человеческим Лишающими Веры Рожденный От Бога Не грешит Но рожденный От Бога Хранит Себя Лукавый Не прикасается К нему 1 Иоанна 5.18 1 Иоанна 3.9 Рожденный От Бога Не делает Греха Потому что Семя Его Христа Пребывает В нем И он Не может Грешить Физически Не может Это значит Ты Хоть что Ты сделаешь Тебя не заставишь Делать грех А когда Говорится О смертном Несмертном Или допустим Что Кто говорит Что он без греха Обманывает себя Это речь о сознательном грехе То есть Мы всегда Неосознанно Где-то согрешаем То есть Погрешаем Как-то Неосознанно Бывает такое Для этого Есть исповедь И все остальное Но это Грехи не к смерти Такие грехи Также Любой грех Любой грех Которым человек Не приносит покаяние Он к смерти А есть не к смерти То есть Он приносит Ты ему сказал Он принял Это То есть Покаянся К смерти Все Хулана Духа Святого Это что такое Тоже это Нет Хулана Духа Святого Это Непосредственно Нарушение основ Духовного правопорядка Я сейчас Специально не использую Библейско-богословские Там Моменты Хулана Духа Святого Это Грехи Вопиющие к Богу Сознательное Опять же Сознательное Отвержение Доподлинной Истины Доподлинной Вот когда эти иудеи Вот видели Прямые чудеса Господа Видели прямые его слова Прямое запрещение Это все сознательно Отвергают Это Хулана Духа Святого А аборт Допустим Сделанный Людьми Которые Там считали себя Православными Это Хулана Духа Святого Хулана Духа Святого Это Непосредственно Когда Доподлинно Известная Истина Доподлинно А соответственно Человек ее Отвергает В житиях Там написано Опять же Были подвижники Благочестия Там Герасим Артанский Уклонялся Куда В ерес Уклонялся Но Не было Хулана Духа Святого Почему? Потому что Не хватало знаний Не хватало Именно Вот этого Внутреннего 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 Света В человеке Именно Стремление К Богу Подлинную Доподлинную Тут Опять же Очень важно Понимать Что есть Грехи Грехи Которые Свойственны Немощи Человеческой Все Много Согрешаем Там Я По-моему Читаю А есть Грехи Когда Человек Опять же Идет Против Оттого Может Назвать Отсового Правопорядка Вот А Если Допустим Мы Говорим О Грехах Немощи Человеческой Грехах Непреднамеренных Это Да Я Полностью Разделяю То Что Действительно В этом Смысле Слово Что Человек Верующий Он Не Может Грешить Сознательно Или Там Но По Немощи Он Может Грешить Он Может Грешить Заблуждаясь Из Это Очень важно Понимать Многие Люди Грешат Заблуждаясь Из Своего Опыта Или Допустим Ну Неправильно Делают Какие-то Суждения Свидетель Ангел Таусь Там Уж Великая Марка Неподвижничество И все Прочее Ошибался По Ководу Там Четыреста Лет Там Это Что Через Четыреста Лет Будет Там Пришествие И так Было Добросовестное Заблуждение Помнишь Марка 11.23 Имейте Какую веру Имейте Веру Божию Филипийцам 1.27 Подвижайтесь Единодушным За какую Веру За веру Евангельскую Другой Веры Не надо Она должна Быть Верой Будет Важной Да Все Мы Уходим Вне Этого Места А все Мы Уходим В храм Да Стараемся Уходить В каждой Воскресной Службе Мы Не можем Ходить За Просто В магазин Заходить Мы Также Должны Участвовать Там В Прикратских Собраниях Продымать Какие-то Темы Между Собой Общаться Вот Практика Показывает Когда Радикально Начинаешь Судить Судом Правильно Или Обличать Священника Или Того же Славного Пановаря Это Приводит К тому Что Священника Просто Выгоняет Нужно Выработать Стратегию Этих Действий И Внутри Храма Каждый Благовестовать Мудро Просто И Мудро Как нас Учат И Наверное Не Радикально И Стараться Вот Это Положение Изменить А Если Мы Будем Просто Говорить И Судить Всех То И Плода От Этого Кроме Каковлечительного Разового Ничего Не Будет Я Думаю Так Что Нужно Все Так Прилагать Действительно Тонкий Мудрый Труд К тому Чтобы Потихонечку Менять Вот Это Направление Общаться С Молодежью Очень Много Да Где-то Непочин Недяшинами Становится Пономаря Но Молодежь Сейчас Так Как И Всегда В Принципе Разделяется На Две Части Которая Уходит От Всего Начиная А Вторая Ищущая Она Ищущая Правды Не Всегда Она Ищет Бога Но Правда Она Ищет И Вот С Молодежью Можно Взаимодействовать И Работать Вот Здесь Слово Божие Живое Действие Может Нам В Нужно Внутри Пусть Неправильных Пусть Там Заблуждающихся Невежущих Приходов Нужно Общаться Я Думаю Вот Так Вот Такой Вопрос Я Задала Благочинному Нашему Нашему Городу Сколько Собраний Мы Можем Провести В Год Он Сказал Одно Зачем Вы Благочинному Задаете Вопрос Ниже Благочинного Есть Обычные Рядовые Священники А рядовые Готовы Ни одного Не провести Вот Это у нас Такая ситуация Рассказано Своё Мы не говорим Что мы всех Отмечаем И кого-то Там Восстание Например Я приехала На Урал В Екатеринбур На Крестный Пор И увидела Там Других Священников Я никогда Так Не исповедовалась Как там Я там Наревелась И все Прочее Мне Священник Задавал Такие Вопросы Которые Меня Просто Принудили Покаяться Представляете Принудили И слава Богу Но у нас Таких вот Мало Это же Вы базовали Вы вот Пришли Благочинному Ну раз Вы сходили Два Сказали Три Но На этом Приходит Так Идите В другой Никита Ты не понимаешь С кем Разговариваешь Вообще Просто Остановись Вообще Ты просто Настолько Мимо У вас Есть Благовестник В самом Омской Области Это Вы знаете У нас Есть Священник Который Отказался От торговли Естинный Крестис Правильно У нас Есть И такой Священник Есть У нас Есть Такие Конечно Никакого Не будет Понимаете Есть опыт Несоответствующий В целом Ситуация Плачевная В целом Опыт Просто В общем Не надо Против общего Выставлять частное Это неправильно Мы тут Все Понимаешь Ты говоришь То что Для Само Собора Зумеющийся Работать Надо Речь Не об этом Шла Речь О том Что Посмотреть На вещи Как оно Есть На самом Деле Тогда Только Можно Что-то Работать То есть Не надо Обольщаться Что Что-то Там Даже Ты Что-то Хотел И Сразу Все Заперл Правильно Просто Ты что-то Хотел Там Что-то Даже Священник Что-то Сказал Что-то Хорошо А в итоге Ничего Ничего Нет Ну Мы это Посмотрим 23 Состоится Лето Служба Ну То есть Еще Нет Да Поэтому Ну Этот путь Уже Многие Чего Проходили Все Правильно Надо Работать Нужно Ранее Попередаем Опыт Что Все Это Кажется Что Хоть Сто Раз Что-то Запланируешь Стратегически Ничего Не Получится Дух Святой Почему и важно Стижание Духа Святого Дух Святой Знает Когда Чего Как Сделать Вот Игнатих Пошел По этому Пути Он Вообще Ничего Не Продумывал Стратегически Он Шел Начинал Проповедовать Слово Божие Вокруг Этого Собирались Люди Вокруг Этого Начиналось Образовываться И Внутри Московской Патриархии В итоге Пришел К выводу Ничего Сделать Нельзя Вообще Сколько Он Был У него Харизматически Не отнимать Правильно Он Выходит Сразу Может Создать Сто Общин Он Никогда Этого Не Делал Всех Патриархию Направляем Он Выходит Человек Сто Сразу За ним Он Проповед Сразу Двадцать Человек За ним Выходит Наверное Общины Может Создавать Он Скал Патриархии Ничего Сделать Невозможно Внутри Нее Но Работать Надо Работать Надо Шандай Пожалуйста Община Никто Ни Один Еще Не Создал Ни Одну Общину То Что Там Головин Это Не Община Это Там День Идет Закачка Идет Огромные Денег Тебе Бесплатно Дом Строят Бесплатно Там И все Остальное Там Бизнесмены Вырастают Настоящие Это Не Община Бесплатно Отрабатываешь Да Вот Про Обличение Тоже Неправильное Представление Я Слышу Тебя Это Великой Превудростью Надо Делать А Ты Говоришь Как будто Какой-то Пес Вышел Помочился Вот Так Убежал Так Не Обличают Люди То Ясное Дело Что Ты Каждому Ключик Должен Найти Чтобы Обличить Его Кому То При Всех Чтобы Име Страх Имели А Кому То Наедине В Обличать Либо Не Просто Не Видел Никогда Обличение Это Лекарство Церкви Вообще Без Него Никак Оно Само Учтожится Если Не Будет Его Естественно Что С премудростью И Ты Говоришь Не Надо Судить Да Никто Не Судит Судить Это Посмертная Участь Человека Ты Выносишь Ты В Аду Будешь Вот Это Ты Судишь За Бога А Это Обличать Руки Не Опускать Вот Это Че Потому Что Постоянно Приходишь Тебе Бах По Кумполу Бах По Кумполу Ты Вроде С Любовью Тебе Бах По Кумполу А Ты Должен Вставать И Опять И Опять По Новый Как будто Золотая Рыбка Память Обнуляет Вот Такой Священник Новый Появился Мы С Поговорили Насчет Проповеди Он Говорит Ну Я Сейчас Пока Дом Встрою Мне Некогда Представляете А так Сказал Да Прям Так Сказал А Один Сказал Тобру Больше Иеромонах Он Сказал Вот Платите Мне За Проповедь Тогда Буду Поповедовать Мы Платим Ему Платим Очень Хорошие Деньги За Службу А Вы Платите Мне За Проповедовать С Мира Прием Еще Кстати Про Игнати Лапкина Я спорил Вот Как В Деяниях Апостолов Там Было Иисуса Знаю Павел Неизвестен А вы Кто И Он С Великой Яростью Бросился На Них Ушли Оборванные Тут То же Самое Ты Когда Называешь Это Имя С Тебя С Самое Крайне Местное Черная Кепка Чья Там Подписано Это Моя Это Местный Все равно Прощение Никаких Привилегий Нет Христи Христос Брат Надо знать Что Игнати Тихонович Говорит В простоте Но у него За этим Огроменные Знания Вот такие Стоят То есть Вверху Вхлажник И видите И у нас Со священниками Есть беседа О беззаконной Церкви Посмотрите Он ему Раз Священник А Игнати Тихо Чему Десять Раз Вот так Он накладывает Сверху Он видит Что он Не может Он не может Противостать Потому что Слишком огромные Знания А он Говорит В простоте И кажется Что Да это Просточок Какой-то Нет Там Вот так У него Здесь Видно А тут Вы не видите И он Отсюда Достает Когда надо А вы Выйдите Сказали Вот это И думаете Сейчас Прокатит Не прокатит Бросится На вас Тут же Человек То есть Надо Знание Проверывание Против Евангелия Повынтарим Бога Достойно Есть Я По Истину Блажит Нетя Богородицу Крестно Блаженную И Бенепоручную И Матерь Бога Наш Честнейшую Херудин И Славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слова Росшую Сущую Богородицу Тя Величаем Слава тебе Боже Наша Слава тебе Александр Пожар 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 Пожар